Найти ответы на все вопросы. Глава города Елена Лапушкина провела прием граждан. С какими проблемами обратились к мэру самарца. Очищают от снега проезжую часть пешеходные зоны, остановочные площадки и выходы на пешеходные переходы. Службы благоустройства продолжают приводить Самару в порядок. Перерасчет платы за вывоз мусора, новые правила выдачи оружия и продажи животных, изменения в ПДД и многое другое. Какие новые законы вступают в силу с начала марта? Они провели сотни операций по задержанию особо опасных преступников и по нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований. Свой юбилей отмечает специальный отряд быстрого реагирования ОМЕГА Управления Росгвардии по Самарской области. В первый день весны отмечают Всемирный день комплимента. Насколько важно человеку слышать приятные слова и как на них реагировать. Благоустройство и застройка территорий, переселение из аварийного жилья. Глава Самары Елена Лапушкина провела прием граждан. С какими предложениями и просьбами обращались самарцы, расскажем в сюжете. Преобразовать территорию на пятой просеке хочет житель Самары Василий Харитонов. Когда-то в расположенном там лесочке жарили шашлыки. Летом, благодаря совместным усилиям жителей и властей, часть территории в микрорайоне удалось привести в порядок по областной программе содействия. А у вас на сегодняшний момент что сделано? Сделана площадка площадью 400 квадратных метров. Что вы там сделаете? Там размещены качели-балансир, там размещен комплекс для детей 3-7 лет, там размещен комплекс для детей 7-14 лет, там размещена карусель и горка винтовая большая. Там жителей каждый день огромное количество. Увидев эффективность взаимодействия с властью, Василий Харитонов пришел на прием граждан, который провела глава Самары Елена Лапушкина, чтобы рассказать о новой задумке. Жители хотят оформить зону отдыха в виде каскада с детскими площадками и фонарями, а для этого необходимо принять участие в программе «Комфортная городская среда». Пока этому мешает отсутствие у участка статуса общественное пространство. Елена Лапушкина попросила представителей профильных ведомств в ближайшее время провести очередную топонимическую комиссию, чтобы рассмотреть вопрос о присвоении необходимого статуса обсуждаемой территории. И тогда она сможет участвовать в рейтинговом голосовании, который пройдет в следующем году для определения объектов благоустройства на 2025 год. Прозвучали на встрече предложения пока отремонтировать часть территории по проекту содействия. Там каскадная система, там нужно комплексно реконструировать, потому что ливневка, электросиловые линии. Это все будет повреждено при вот таком кусковом методе. В итоге было принято решение отремонтировать территорию сразу в рамках программы «Комфортная городская среда», если проект получит достаточную поддержку самарцев и попадет в топ-пространство для благоустройства в 2025 году. К голове города обратились жители дома 92 по проспекту Кирова и жители 55-го дома по улице Краснодонская с просьбой проконтролировать ситуацию с расселением. Территория, на которой расположены их дома, скоро преобразится по программе «Комплексное развитие территорий». Руководитель городского департамента управления имуществом Андрей Белоклоков, руководитель управления развития территории департамента градостроительства Самары Андрей Урюпин и глава Кировского внутригородского района Игорь Рудаков разъяснили жителям нюансы участия в программе КРТ и признания домов аварийными. Городские власти неоднократно подчеркивали, разъяснять нюансы этой работы готовы столько, сколько это будет необходимо, чтобы все процедуры шли на законных основаниях и при полном соблюдении прав жильцов. Нормативно-правовая база, необходимая для запуска проектов КРТ в Самарской области, была утверждена региональным правительством летом 2021 года. Преобразоваться в рамках нового проекта могут городские застроенные территории, где в наибольшем количестве присутствуют двух- или трехэтажные дома с деревянными перекрытиями, имеющие очень высокий уровень износа. На сегодняшний день в Самаре сформировано более десяти лотов, проводятся аукционы для выбора инвесторов. Лоты включают в себя разное количество кварталов, а в общей сложности полмиллиона квадратных метров жилья. В программу комплексное развитие территорий может входить не только аварийное и ветхое жилье, но и просто старые дома, отвечающие определенным критериям года постройки и состояния. Жители таких домов должны дать согласие на включение их жилья в проект. Новый проект дает им гарантии защиты имущественных прав государством и вместе с тем защищает инвестора от возможных спекулятивных действий собственников. После того, как для развития территории будет определен инвестор, он должен расселить жителей и построить в границах квартала новое жилье, предусмотрев размещение социальных объектов – школ, детских садов, поликлиник. Виктория Шарая, Константин Головин. События. В Самаре продолжают обсуждать дизайн-проекты парков, скверов и бульваров, которые включены в список для участия в рейтинговом голосовании за приоритетное благоустройство в следующем году. Такое обсуждение прошло и в администрации железнодорожного района. Подробности расскажет Александр Гусева. Красота и комфорт городского пространства в руках жителей города Самара. В администрации железнодорожного района состоялось общественное обсуждение дизайн-проектов территорий, которые в 2024 году могут преобразиться благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда». На данный момент проводятся общественные обсуждения дизайн-проектов по всем администрациям внутригородского района. Поэтому все те территории, которые у нас будут представлены на голосование, они будут активно обсуждены и по результатам, соответственно, вот этих обсуждений будут они доработаны, внесены какие-то корректировки. Предварительный отбор территорий прошел в январе. В итоговый список попали 20 объектов. Именно за их преображение высказались жители, подав более 80 тысяч заявок. В железнодорожном районе есть две территории, которые попали в списки финального голосования. Бульвары, расположенные по улице Чернореченской от улицы Спортивной до улицы Владимирской и сквера Лосиной в поселке Толевой. Ну, основные пожелания, в общем-то, у людей – это зеленение, зеленение, современное зеленение, сохранение существующего зеленения. Ну, и поддержание какой-то культурной, благоустроенной среды. Особое внимание во время обсуждения уделили бульвару по улице Чернореченской. В его границах расположено здание кинотеатра «Россия», которое в будущем планируют реконструировать. В случае, если территория бульвара соберет достаточное количество голосов, появится возможность комплексно подойти к разбитию улицы. В том числе рассмотреть ремонт дорог, тротуаров и обновление фасадов. В первую очередь, увидев проект, мы поняли, что он, во-первых, у нас у всех выставил заинтересованность. И мы очень рады тому, что, наконец, этот проект прошел отборочный тур, и он вошел в перечень, и надеемся, что он будет благоустроиться. После обсуждения наступит финальный этап – рейтинговое голосование. Жителям предстоит выбрать пространство, которое благоустроят в 2024 году. Поддержать тот или иной проект можно будет с 15 апреля по 31 мая. Александра Гусева, Игорь Казановский. События. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о том, что власти региона продолжают планомерную работу по привлечению дополнительных средств в бюджет из федеральной казны. Неделю назад он обсудил с министром экономики России Максимом Решетниковым развитие особой экономической зоны Тольятти. И уже сегодня мы учитываем в бюджете на эти цели 263 миллиона рублей. Удалось добиться для региона дополнительно более 650 миллионов на дорожные строительства. Они также поступят из вышестоящего бюджета. А с учетом других источников, расходы на эту сферу увеличатся более чем на 5 миллиардов рублей. Это позволит с прежней интенсивностью строить и ремонтировать дороги в муниципалитетах региона. Кроме того, власти губернии нашли возможности для увеличения фонда оплаты труда и предоставления специальных выплат медицинским работникам. На эти цели выделят 784 миллиона рублей. Дополнительные средства, около 400 миллионов, направят на обеспечение особых категорий пациентов лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питанием. 127 миллионов дополнительно выделят на оснащение оборудованием амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. В Самаре продолжается аварийный ямочный ремонт. Он начался еще 16 февраля, а сейчас сложились благоприятные погодные условия, и профильные службы наращивают темпы. В городе работают 4 бригады. Специалисты заделывают ямы и восстанавливают дорожное полотно литым асфальтобетоном. Укладывать его можно даже при отрицательных температурах и относительной влажности, но не в период интенсивных снегопадов. Во времени погоды работы временно останавливаются и возобновляются с улучшением условий. Отмечу, что это лишь часть восстановительных работ, что позволяет оперативно решать проблемы на дорогах, возникшие за зиму. Полноценные масштабные обновления асфальтового полотна стартуют с началом дорожно-строительного сезона, когда сойдет снег и установится постоянная положительная температура воздуха. В период аварийно-ямочного ремонта профильные службы восстановят 9,5 тысяч квадратных метров покрытия по всей Самаре. Так, например, минувшие ночью трудились на пересечении улиц Солнечная и Шверника. В целом, к настоящему времени в областном центре аварийный ямочный ремонт выполнен на площади порядка 1200 квадратных метров. Работы проводились на улице Пензенской, улице Дачная, поворот Петля, действительно, когда в повороте Ямана было достаточно опасно. На Коммунистической проводились улицы, на Солнечной. То есть работы ведутся по всему городу, в зависимости от того, где образуются ямы. Последняя оттиспи с дождем открыла много, достаточно много таких мест. Задача предприятия поставлена, предприятия работают. Профильные службы за минувшие сутки вывезли с территории города почти 7 тысяч тонн снега. Самару продолжают приводить в порядок. Сейчас внимание коммунальщиков приковано к проезжим частям и пешеходным зонам. На особом контроле дороги, которые в прошлых сезонах обновляли на средства нацпроекта. На одном из таких участков побывала наша съемочная группа и проверила, как организовали уборку. Улица Физкультурная – одна из крупных дорожных артерий Кировского района Самары. Ведет к выезду из города, служит разгрузкой для более крупных проезжих частей, таких как улица Победа и заводское шоссе. Помимо жилых домов, на улице расположено большое количество учреждений образования, медицины и спорта. В прошлом году Физкультурную обновили на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Уложили новый асфальт, поменяли инженерные коммуникации, люки колодцев и дождеприемники, нанесли дорожную разметку. Общая площадь обновления – более 40 тысяч квадратных метров. Чтобы дорожное полотно прослужило как можно дольше, содержать его нужно соответственно. Качественно, своевременно и при этом бережно. При расчистке дорог стараемся аккуратно, чтобы не приводить дорожное полотно, бортовой камень и разметку. Соответственно, чтобы это все весной выглядело в достойном состоянии и не приходилось это ремонтировать заново. Во время потепления к таким участкам внимание приковано особое. Профильные службы здесь активно расчищают проезжую часть, освобождают от наледи пешеходные зоны, обрабатывают противогололедными средствами и вывозят снег. Чем его меньше, тем дольше будет эксплуатироваться дорожное полотно, не требуя дополнительного восстановления. Данные мероприятия способствуют, во-первых, разгрузке автомобильной дороги, то есть это увеличение трафика, соответственно. Ее пропускная способность увеличивается. Очистка снега способствует и улучшению дорожного покрытия в момент наступления весны и таяния снега, то есть так называемых переходов через ноль. Следят и за состоянием приладковой части дорог. Отсюда снег вывозят, чтобы очистить проезжую часть на всю ширину. Будет где парковаться. Также ближе к обочинам расположены важные элементы инженерной системы. Решетки дождеприемников и ливневки должны быть очищены, чтобы талая вода беспрепятственно попадала в сток. За сутки с улиц Самары вывезли 6 890 тонн снега, а в целом за сезон вместо временного складирования отправили 225 тысяч тонн. Службы благоустройства продолжают активно приводить Самару в порядок. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжается строительство станции метро Театральная. Все работы, включая те, что выполняют на инженерных и транспортных коммуникациях, постоянно контролируются. 27 февраля возобновили движение трамвайов по линии, переустроенной в районе перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской. Перекладка была необходима для продолжения строительства метро и производства работ в рамках следующего этапа. При этом нужно обеспечить стабильное транспортное сообщение. Метро в крупном мегаполисе – самый быстрый и надежный вид транспорта. Эксперты убеждены, что после открытия станции Театральная пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. В этом году капитальный ремонт подвижного состава продолжится. Уже более половины парка привели в порядок. После капремонта срок службы вагонов продлили еще на 15 лет. При необходимости муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Для этого потребуется выход большего количества составов, а значит и машинистов нужно будет больше. Этой весной планируется набрать целую группу для обучения. В дальнейшем после открытия Театральной машинисты-новички будут работать и на новом участке линии метрополитена. После ввода в эксплуатацию последней станции первой ветки добраться из отдаленных районов до исторического и культурного центра «Самары» можно будет быстро и комфортно. Станция метро «Театральная», которая фактически будет такой, ну какой-то вот ниточкой, которая соединит нас с огромными районами «Самары», мы откроем для себя нового зрителя, а новый зритель откроет нас. Конечно, это не просто только строительство метро, это такой проводник в большую культуру наших горожан, которые очень в этой культуре нуждаются. Перерасчет оплаты за вывоз мусора, новые правила выдачи оружия и продажи животных, изменения в ПДД и многое другое. В марте вступает в силу ряд важных законов и правил, которые затронут многих россиян. О нововведениях расскажет Светлана Кудрявцева. С марта вступает в силу постановление правительства, которое позволит провести перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов при временном отсутствии собственника жилья. Если граждане уезжают более чем на 5 дней, то по возвращении в течение 30 дней они имеют право обратиться в свою управляющую компанию или в компанию, выставляющую счета за вывоз мусора, и предоставить подтверждающие документы того, что они отсутствовали более 50 дней. Например, авиабилеты, ЖД-билеты, документы об оплате гостиницы и проживании там, и им будет сделан пересчет. При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства теперь нужно согласовывать их внешний облик с органами местного самоуправления. С 1 марта начинают действовать новые правила маркировки табачных изделий – обуви, одежды, молочной продукции, шин, фотоаппаратуры, велосипедов и воды. Внесены изменения в правила противопожарного режима, который обязывает устанавливать в жилье многодетных семей автономные дымовые извещатели. Есть изменения в правилах дорожного движения, меняется проезд по кольцу, регулируется езда на самокатах, а судимым за убийство водителям запрещается работать в такси. В марте усиливается госконтроль за оборотом оружия. Вводится новое правило, которое связано с тем, что органы МВД или ФСБ могут провести в отношении гражданина проверку и выдать так называемое заключение, в котором описать, представляет ли этот гражданин опасность для иных граждан, для общества. И если это заключение будет о том, что гражданин представляет опасность, то такому гражданину не будет выдано разрешение на владение огнестрельным оружием. Отказ в выдаче данного разрешения можно будет оспорить в суде. Не станут проверять военных, правоохранителей и представителей коренных малочисленных народов. Также с марта в России начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. Оптимальным местом для приобретения питомцы теперь станут специализированные питомники и выставочные центры. Магазины смогут продолжить продажу мелких животных, например, грызунов, а также небольших птиц и рыбок. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. 1 марта была вручена юбилейная 50-тысячная карта жителей Самарской области. Владельцем многофункционального пластика стала самарская художница. Помимо самой карты, женщина получила памятные подарки. Подробности у наших корреспондентов. Самарская художница Виктория Зубкова, мать троих детей, говорит, что как человек творческий, не всегда может держать документы в идеальном порядке. Поэтому женщина решила оформить карту жителей Самарской области, которая способна вместить в себя множество функций. Когда Виктория пришла в офис банка, ее ожидал сюрприз. Она оказалась 50-тысячным держателем карты. Конечно, для меня сюрприз. Сюрприз приятный, сюрприз радостный. И для меня это какое-то знаковое событие, потому что началась весна. А значит, будет тепло, а значит, мы будем улыбаться. Проект карта жителей Самарской области реализуется региональным департаментом информационных технологий и связи и российской национальной платежной системой по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Я считаю, что 50-тысячный клиент – это уже определенный показатель успешности развития проекта. Почему? Потому что, на мой взгляд, это неплохая и достаточно серьезная цифра. Это первое. Второе. Карта жителей действительно является не только банковской картой. Конечно же, там есть достаточно большое количество, в том числе и банковских услуг, и, скажем так, дополнительных преференций в год, которые получают держатели карты жителей с точки зрения банков. Но в том числе это не в последнюю очередь и социальный проект. Карта жителей Самарской области позволяет проводить банковские операции, получать скидки от партнеров проекта, а их уже около 200. Ее можно использовать при оплате проезда в общественном транспорте, как полис ОМС и открывать умные домофоны. Также она может стать копилкой для бонусов. Карту жителя можно использовать как средство доступа к государственным электронным сервисам, узнавать информацию о культурных и спортивных мероприятиях с помощью интернет-портала и мобильного приложения. Мы действительно наблюдаем десятикратное увеличение желающих жителей Самарской области для получения этой карты, чему мы очень рады. Хотим поблагодарить еще раз и поздравить нашего 50-тысячного клиента. Для нас это, конечно, очень важное событие. После получения карты жителя Виктория Зубкова получила цветы и подарки. Не исключено, что уже в этом году приятный сюрприз будет ждать 100-тысячного держателя многофункциональной карты. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов. События. Сегодня свой юбилей отмечает специальный отряд быстрого реагирования ОМЕГА – Управление Росгвардии по Самарской области. За 30 лет существования сотрудники приняли участие в сотнях операций по задержанию особо опасных вооруженных преступников, а также по нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований на территории Северного Кавказа. Более 350 спецназовцев удостоены государственных наград. 10 из них стали кавалерами Ордена Мужества. Только по итогам прошлого года офицеры СОБР ОМЕГА выполнили около 550 заданий на применение сил и средств, в ходе которых задержано более 110 лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, изъято 78 единиц оружия и большое количество боеприпасов. «Хотим пожелать личному составу крепкого здоровья, силы и энергии для новых свершений. Хотим выразить благодарность ветеранам подразделения, которые посвятили свою жизнь служению Отечеству, семьям, родным и близким личного состава». 1 марта отмечают Всемирный день комплиментов. Это простое, но эффективное средство для установления хороших отношений. Удачный комплимент может поднять настроение собеседнику, повысить его самооценку и даже разрезить обстановку. Почему делать комплименты важно и отражаются ли они на качестве труда, расскажем в сюжете. Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Эти слова писателя Мигеля Сервантеса можно применить и к комплиментам. Теплые слова в начале рабочего дня коллегам сказать нетрудно, но они поднимают настроение, заряжают позитивом и даже вдохновляют на профессиональные подвиги. Тем более, что 1 марта – Международный день комплиментов. О, привет, Марин. Хорошо сегодня выглядишь. Спасибо. О, Марин, радость моя. Как всегда радуешь. Скажи, как научиться быть такой хорошей? О, привет. Привет. Красиво выглядишь. Спасибо. Привет. Привет. О, по тебе сразу видно, что пришла весна. Ой, спасибо большое. Марин, привет. О, привет. Ты как за самой яркой звездочкой. О, привет. Сегодня ты особенно красивая. Ой, спасибо большое. По мнению психологов, комплимент – не только отличный способ создать вокруг себя благоприятную атмосферу, но и возможность вдохновить коллег на творческие свершения. Возможно, сначала услышавшие приятные слова и ненадолго отключиться от рабочего процесса, чтобы их осмыслить, но потом будет трудиться с большей самоотдачей. Как дети узнают, что их любят? Они узнают тогда, когда взрослые ими восхищаются. И вот это вот дивное переживание, оно дальше строится через всю жизнь, как некое ожидание взаимного восхищения. Подчиняйте нервы восхищению, потому что нет ангела прекраснее тебя. Но делать комплименты нужно искренне, ведь человек, которому говорят приятные слова, параллельно считывает невербальные сигналы, исходящие от собеседника, интонации, жесты, мимику, которые могут комплимент свести на нет. Кроме того, это не должны быть нейтральные фразы, которые можно отнести ко всем. Приятность не должна быть обезличенной. Бывают еще комплименты избитые, штампованные, скучные какие-то, и совсем надоевшие и так далее. Бывают. И этому, к сожалению, вот отчасти способствует в последнее время вот эта вот красота в интернете, когда открыточки поцелают друг к другу, вот, и не сказав ни слова. И это, конечно, вот той чистоты восхищения здесь нет. Психологи уверены, научиться делать комплименты, которые точно порадуют, несложно. Достаточно не быть равнодушным к окружающим. Например, старайтесь каждое утро при встрече с коллегами замечать новую блузку или галстук. И обязательно это подчеркивайте в разговоре. Виктория Шарой, Игорь Казановский, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информация, полученная в рамках опроса, будет использована для совершения механизмов реализации программ благоустройства на территории города. В 2022 году в стране произошло свыше 500 пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. При этом в 86% случаев причина пожара неисправность зарядных устройств. Как избежать пожара при использовании гаджетов, рассказывает телеграм-канал Октябрьского района Самары. Применяйте сертифицированные зарядные устройства. Не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи, телефоны, электросамокаты и гироскутеры на зарядке. Не заряжайте технику ночью. Ни в коем случае не кладите телефоны под подушку. Если телефон зарядился до 100%, его следует отключить от сети. В первый день марта в России отмечают День кошки. А в своем телеграм-канале администрация Куйбышевского района Самары запустила конкурс фотографий «Мартовский кот». Авторы канала предлагают прислать интересные фотографии питомцев, чтобы затем выбрать звезду района. Фотографии с кличками животных и указанием адреса ждут до 5 марта включительно. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok